Привет, друзья! Если заглянуть в музыкальное прошлое, о котором я вам рассказываю, как свидетель тех давних событий, то в предыдущем выпуске журнала я рассказывал о музыкальных событиях 1963 года, происходящих одновременно как у нас в стране, так и за рубежом. И остановился я на Ливерпульской четверке легендарной группе The Beatles. И вот смотрите, что получается. Меня молодые музыканты часто спрашивают, расскажите, пожалуйста, о том времени, как это было с работой, как работали музыканты, сколько зарабатывали, и вообще чем отличалось то время, когда работали вы по сравнению с шоу-бизнесом? Ха! Знаете, друзья, это ведь за 10 минут не расскажешь. Поэтому мне придется рассказать о том, что я сам прошел в 60-х, 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Ну, начну я, пожалуй, с художественной самодеятельности. В те годы художественная самодеятельность была практически на всех предприятиях, а в Советском Союзе было очень много заводов и фабрик. Масштабы этого народного искусства были огромными, а уровень некоторых коллективов был профессиональным. В чем причина, почему все это так было? Да потому что дирекция предприятий помогала всячески артистам. Завод покупал музыкантам аппаратуру, музыкальные инструменты, шили костюмы артистам, освобождали от работы тех артистов, которые принимали непосредственное участие в праздничных концертах и выделяли бесплатно транспорт. Я лично сам через все это прошел. Во второй половине 60-х в городе Химки был создан ансамбль, который назывался «Эврика». И я с самого начала до самого конца, вот с 67-го по 73-й год, начинал в качестве музыкального руководителя, а затем уже был художественным руководителем этого замечательного коллектива. Скажу только, что в 1968 году мы стали дипломантами Московского джазового фестиваля, где жюри возглавлял Леонид Осипович Утесов. А в 1970 году мы стали лауреатами Москвы и Московской области всесоюзного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Нас показывали на всю страну, и передач было довольно много. И добавлю, главное, нас после этого пригласили работать в Москонцерт в качестве вокально-инструментального ансамбля. Но по многим причинам мне пришлось отказаться. Все ребята работали на заводах. У меня на тот момент не было даже музыкального образования. Ну, разве что два класса музыкальной школы по классу скрипки я там когда-то еще закончил. Вот как все это было. Сейчас, может быть, качество художественной самодеятельности не такое уж и плохое, но масштабы не те. Да, и забыл сказать, что музыканты в то время еще подрабатывали на свадьбах, юбилеях, корпоративных вечеринках, в заводских кафе. Это было обычным явлением, а также в парках, отдыха, на танцах. Заметьте, никакой фанеры тогда еще и в помине не было. А сейчас, сами знаете, большинство артистов используют фонограммы. Ну, а теперь о работе профессиональных музыкантов и артистов в филармониях и в концертных организациях. По всей стране в городах, в крупных городах были концертные организации. Их было довольно много. Только в одной Москве были Москонцерт, Росконцерт, Союзконцерт, Московская филармония, Московская областная филармония, в которой мне тоже пришлось поработать. В каждой концертной организации, помимо дирекции, дирижерской группы, обязательно был штат администратора. И вот, внимание всем, первое глобальное отличие в развитии концертной деятельности. В то время и сейчас. Если раньше административная группа вела широкую деятельность по организации концертов по всей стране, и, заметьте, это касалось не только популярных артистов, но также и всех тех, кто был оформлен в концертной организации. И главное, система эта была прозрачной, то сегодня в шоу-бизнесе. Эта тема практически закрыта. Более известные артисты, имеющие звание, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист, они, как правило, имеют сегодня своего личного администратора. И в тех местах, где этот артист работает или куда он выезжает на гастроли, это как бы его поляна. Он ей старается не делиться ни с кем. Тем более, если у него есть спонсоры. О них молчок, потому что деньги перетекают на его счет. Вот почему в начале 90-х у нас появились так называемые частные театры. Театр Рюминой, театр Калягина и так далее. А также у популярных певцов и даже клоунов. Фамилии я их называть не буду, чисто из этических соображений. Короче, это те самые структуры, которые существуют благодаря спонсорской поддержке. А уже внутри этих структур художественный руководитель, тот самый знаменитый артист, сам распределяет эти деньги. Разумеется, что-то они зарабатывают, кроме всего прочего, еще и на концертах. Но механизм распределения заработанных средств на концертах тоже теневой. Причем проводить концерты, разумеется, администрации городов разрешает далеко не каждому. Это зависит от многих факторов. И догадаться несложно, от каких именно. То есть, раньше была, ну как бы, мощная кровеносная система взаимосвязей артистов и концертов по всей стране. И она благоприятно влияла на развитие концертной деятельности. А теперь о музыкантах. Сегодня, к сожалению, огромное количество музыкантов, я бы сказал, большая их часть, работает в ночных клубах, в крупных городах и в ресторанах. Раньше тоже так было. Но раньше для рядовых музыкантов была перспектива роста. Если вы не имели никакого музыкального образования, то в филармонии ваша ставка была 7 рублей 50 копеек. А норма концертов на гастролях – это приблизительно 30-40 концертов в месяц. Ну, по два в день. И плюс платили еще суточные. Это 3 рубля 50 копеек в сутки. Бесплатный проезд, бесплатное проживание в гостинице. И если прикинуть, то самый малооплачиваемый музыкант, он получал где-то в среднем в месяц, ну, как минимум рублей 400. Согласитесь, это уже были деньги. Это был самый-самый минимум. По тем временам, если сравнить с сегодняшним днем, я могу сказать, что тогда зарплата инженера приравнивалась к 120 рублям в месяц. Это по покупательной способности сегодня приблизительно 30 тысяч рублей. Никак не меньше. И получается, что вот эти вот 400 рублей в месяц малооплачиваемого музыканта, а это сегодня приблизительно 80 тысяч рублей. Вот столько должен получать самый обыденный музыкант среднего уровня, начинающий музыкант в ансамбле, в филармонии. И я не сказал о главном, то, что работы было очень много. Это все было гарантировано филармонией или концертной организацией. Не берусь утверждать относительно заработков сегодня у музыкантов в шоу-бизнесе, но совершенно точно знаю, что с концертами, особенно с их количеством, огромнейшая проблема по всей стране. Конечно, вы меня спросите, какая же была перспектива у музыкантов в то время? И вот я вам отвечу. Я говорил о музыкантах без музыкального образования. Если же приходил в филармонию и оформился музыкант со средним образованием, то есть он закончил музыкальное училище, то у него уже ставка была повыше. Ему уже платили 9 рублей с концерта. И понятное дело, это была заинтересованность, прямая заинтересованность учиться, учиться музыке на определенном уже достаточно профессиональном уровне. Я уже не говорю о консерватории. Я сейчас точно не помню. По-моему, было 12.50, что ли, с концерта. И теперь давайте поговорим о репертуаре. Безусловно, во всех концертных организациях были худсоветы, которые следили за репертуаром тех или иных исполнителей. Партийная цензура самым тщательным образом следила и проверяла все то, что исполнялось на концертных площадках всей страны. В Советском Союзе было запрещено исполнять песни на английском языке. Песни в стиле блатняк. Обратите внимание, я не называю в стиле шансон, потому что наш шансон – это и есть блатняк. Более точное определение. Точнее не скажешь. Блатняк! Сегодня цензура отменена. И пой, что хочешь. Матом – пожалуйста. За это и не сажают. Хулиганский рэп какой-нибудь – пожалуйста. Всякая пошлятина сексуального характера – пожалуйста. Хочешь – пой, хочешь – показывай в танце. Лично я, конечно, против цензуры. Но надо вот именно эти вещи, на них надо обратить особое внимание. То есть не должно быть призывов к войне, во-первых. Во-вторых, пошлость сексуального характера. Ну и, конечно, мат, матершина – это вообще никуда не годится. Потому что любую семью взять, все родители хотят, чтобы дети были воспитанные. А дети это слушают. Никуда не денешься. Это лезет отовсюду. Ну как тут воспитаешь нормально? И поэтому в школе нормальное явление. Дети уже в четвертом, в пятом классе начинают ругаться матом. Вот что мы получили. Если бы такое услышали раньше со сцены, то, как минимум, ансамбль, который это исполнен, был бы расформирован. А можно было бы и срок за это получить в некоторых случаях. За элементарное хулиганство. Давали тогда за это 15 суток. В то время очень внимательно следили за дисциплиной артистов. Очень внимательно. Ну вот так. Вот, кажется, и сравнил 60-е концертные годы с нашим сегодняшним шоу-бизнесом. В следующем выпуске своего журнала я расскажу о второй половине 60-х годов прошлого столетия. И мне еще хотелось бы высказать свое мнение по поводу званий. Званий заслуженного и народного артиста Российской Федерации. Которыми награждают сегодня так называемых звезд. Но все это в следующих выпусках. Ну что ж, друзья, не забывайте смотреть мои свежие выпуски по вторникам и пятницам еженедельно. А для этого подписывайтесь и включайте обязательно колокольчик, который вас известит об этом. Всем привет. Увидимся. Услышимся. Пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok